Добрый день, дорогие друзья! С вами вновь Чувство Знания Виталия Рафеева. Я вас благодарю и рад тому, что вы смотрите мои видео. Приветствую, в первую очередь, тех подписчиков, которые немногочисленных, которые подписались на мой канал, имея какую-то мотивацию. Это очень приятно, и хотелось, чтобы вы смотрели эти видео, не только подписались на них. Сегодня я продолжаю тему повседневного счастья, но тема такая оказалась непростая. Я думал, так запишу небольшой ролик о правилах и законах счастливого человека, как со счастливым человеком. Но мне пришлось эту тему так углубиться внутри всего себя в нее. И тема оказалась интересной, глубокой, и в этой теме много чего интересного. можно узнать для себя, для своего понимания мира, его состояния, его повседневного счастья. Итак, не будем далеко предисловия делать. Продолжим предыдущие видеоролики. Я там развивал эту тему, и сегодня мне хотелось сделать несколько акцентов и ударений, чтобы подвести некоторый такой итог, чтобы у вас сформировалось такое интересное, более структурное понимание состояния счастья человека. Ну, и так, значит, у нас, если написал такой текст, большой, да, но я больше вот для себя написал. Тут не обязательно все эти пункты идут по номерам, да. Тут важно именно сам принцип изложения этой структуры повседневного счастья. И мне хотелось поставить такой, в первую очередь, акцент на какой теме. Так как тема счастья, она такая, именно, имеет состояние такое внушение, больше состояние внушения, да. Самовнушение, внешнее внушение, внушение посредством воспитания, посредством образования, посредством среды какой-то общественной, культурной, да, и тому подобное. То есть мы относимся, как бы, к счастью достаточно субъективно. Поэтому здесь надо сделать такие важные общие понятия имеются. У нас общие понятия имеются, которые сформировались за многие-многие тысячелетия истории человека, да. И эти три важных момента, которые обобщают это отношение к счастью в разных ипоставлениях, да, итак, первое, первое, это у нас такое есть слово, понятие надежда. Это понятие надежда, оно пришло к нам откуда пришло? Оно, правильно, к нам пришло с западноевропейской, англо-саксонской, да, культуры. Культуре, которая основывается на том, что счастье вы достигнете, если будете образованным, если вы будете двигаться по классовому обществу, по сословию, по кому-то, вы будете достигать каких-то успехов в своей деятельности, предпринимательской деятельности, культурной деятельности и подобное. То вы получите какое-то состояние счастья, и вы должны надеяться на то, что это счастье вы достигнете. Именно это будущее, будущее счастье, которое находится не так далеко во времени. Но вы к нему стремитесь именно благодаря тому, что вы имеете состояние надежды, позитивное мышление, позитивное состояние. Стремитесь к нему, и чтобы его достичь, общество предлагает вам определенные инструменты. Соответственно, образование, воспитание, в общественных институтах, следование определенным правилам и законам, чтобы достичь в будущем состояния счастья, как итога вашей жизни, вашей деятельности, вашего развития и тому подобное. То есть это первый пункт – надежда на будущее счастья. Это западноевропейское культурное общество, которое нам предложило эту модель. И мы эту модель, в общем-то, приняли, впитали, на это внушение себе сделали, что это так есть. И многие из нас этому пути следуем. И, соответственно, здесь имеем множество проблем, когда мы в будущем себя видим счастливым, в будущем преуспевающим, в будущем видим и стремимся к этому каким-то целям будущим. Так, второй момент, важный момент, второй. Второе внушение нам сделает восточная культура, которая основывается на понятии веры. То есть вера, которая основывается на что? На прошлом. Прошлое, как я вам говорил, в прошлом я следовал определенным законам и правилам, благодаря чему я до сих пор жив. Я жив, поэтому мое прошлое, оно абсолютно верное. То есть я верю, я верю в то, что я жил правильно. И эта вера, соблюдение мной в прошлом законов, законов, которые перешли ко мне от отцов, от предков и тому подобное, от рода от какого-то, на этом основании я перехожу куда? В какую-то другую, другой мир, в другую жизнь, в рай и тому подобное. Но это основывается на вере. Веря, что в прошлом все законы, очень они выстраданы, выстраданы обществу, выстраданы людьми, эти законы. Соответственно, я их соблюдал, эти законы и правила, да? И дожил до настоящего момента. Соответственно, восточный менталитет говорит о том, что нет необходимости получать образование в настоящем моменте для будущего. Надо следовать лишь определенным законам и правилам, которые гарантируют вам, благодаря вашей вере, вашей уверенности в том, что вы в следующей жизни, в следующем мире и так далее, вы попадете в рай, попадете в лучшую жизнь и так далее. Ну, это вы знаете, такой большой пласт культурный, да, восточного менталитета азиатского, который именно основывается на том, что прошлое очень важное, надо его принимать, надо ему следовать. И благодаря этому вы в будущем, в будущем, так, в будущей жизни, в будущем мире или в последней жизни, в последнем мире будете именно находиться в состоянии нирваны, в состоянии рая, в состоянии блаженства, где кисельные берега и молочные реки и тому подобное. Если вы в этой теме находитесь, вы хорошо знаете, о чем понятие веры говорит. Итак, мы пришли к чему? К тому, что существует два важных понятия, два важных направления. Надежды, надежда на будущее, как итога вашей деятельности, настоящей жизни вашей и тому подобное. И веры в прошлое. Два момента, о которых я говорил вам в предыдущем видео, о том, что надо принять самого себя как прошлого, состояние прошлого, полностью принять до своего рождения, до своего зачатия даже, да, и себя как в будущем представить, как пожилого человека, находящегося в состоянии счастья. И там я говорил о том, что состояние счастья, повседневного счастья, имеется в двух возрастах, да, в возрасте детства, юношества, состояние счастья и состояние счастья пожилого человека. Но мы русские люди Мы говорим на русском языке У нас имеется определенная культура Своя Отношение к счастью Наше счастье находится настоящим Настоящим находится Я люблю эту жизнь Поэтому я счастлив Потому что я жив уже априори Все, я счастлив сейчас У этого русского человека Вот такое счастье То есть мы приходим к такому понятию любви Которые То есть мы первое понятие надежда Вера и третье понятие Важная любовь Так вот я люблю настоящее Я люблю жизнь сейчас Это русский человек Русский человек счастлив сейчас И это очень Контрастирует Когда западноевропейская или американская Восточная культура попадает В нашу повседневную менталитет Очень удивляется Как это так люди счастливы Ничего не делят Ничего Никакие итоги не подводят Постоянно Своей деятельности Все у нас на авось Как говорится И мы счастливы Так вот это Повседневное счастье Наше менталитет Основа нашего менталитета Русского Которым мы как бы забываем Потому что нам внушают с запада Что вы в будущем будете счастливы Или с востока внушают Что вы будете еще дальше В другой жизни В другом мире будете счастливы В раю и тому подобное То есть И Поэтому ваше Ваше внимание Ко мне К моей речи Оно как бы такое Уходящее Приходящее Если я говорю Об этом О западном менталитете Надежды Позитивного мышления То вы говорите Да Правильно говоришь Если я говорю Основываясь на вере В прошлые законы В свои Отцов Роды И тому подобное В своей собственной жизни Что я жив Достиг жизни То вы говорите Да Ты правильно говоришь Парень Ты грамотный Все Я согласен с тобой То есть Вы следуете двум этим направлениям Надежды Или веры Но я хочу вас вернуть В наше настоящее В российское Менталитет Что мы Находимся В повседневном счастье В состоянии любви К жизни В первую очередь Потому что я жив Априори Так Дальше что То есть Я счастлив В настоящем Все Вопросов никаких Не возникает Ни у кого Но к русскому человеку Возникает много вопросов В западе И с востока Как ты так можешь быть счастлива Лежа на печи Да Как и Или И тому подобное Да То есть Дальше Пункт я написал Заботимся о будущем И заботимся о прошлом Это важный пункт Потому что Мы говорим О надежде И о вере То есть Мы Заботимся о будущем Именно Таким способом Что формируем Свои отношения И связи Для формирования Позитивного мышления О будущем То есть Мы Развиваемся Формируем Свои какие-то навыки Развиваем Конкурируем Друг с другом Ну это западное мышление Вы должны понимать Что Это культурное Западное мышление Оно важное Да Важное Но тем не менее Мы заботимся О будущем Все таки Как о более Таком Серьезном Состоянии И не просто Подвести Итог Нашей деятельности И заботимся о прошлом О прошлых наших Отношениях И связях Которые Также Очень важны То есть Эти состояния Заботы О будущем Прошлом Они равны То есть Они равны Невозможно Невозможно В западно И европейском Там Американском Обществе Заботиться О прошлом Отправив Там стариков В дом престарелых Да И нонсенс Да И для нас Это нонсенс А для них Это нормально Но в то же время Они очень большое Внимание уделяют Своему будущему Соответственно У них такой Маленький перекос С сознанием Происходит Но это для них нормально Это их менталитет Это их язык Их культуры То есть Мы говорим Здесь О счастливом человеке У которого В повседневном счастье Времени с избытком И пространство с избытком Потому что Счастливый человек Объединяет Понятие Времени и пространства В новое состояние мира Покоя В этом состоянии мира Покоя Я люблю Жизнь Вместе с тем Я люблю Вечность Которая Находится в законе Прошлого А жизнь Люблю Как источник Будущего То есть Это два таких Равных состояния Состояние Потока жизни И спокойствия Вечности И мы находимся Линейное мышление Линейное мышление Линейное мышление Создает проблему Когда Восточному человеку Легче Выйти из линейного мышления Потому что Он основывается на вере О прошлом Западному человеку Вроде бы Легче выйти Из этого линейного мышления Когда он устраивает Своё Какую-то цель Или полагание Общество Ему даёт образование Идёт Ему пространство Определённое Где он может Детельность Своё вести И западный человек С западной культурой Также находит Здесь Какие-то точки роста В линейном мышлении Одномерного мира Но Мы с вами Мы с вами Русские люди И мы можем выйти С этого линейного мышления Очень просто Потому что Мы Точно знаем Что смерти нет Потому что Я сейчас жив Сейчас я счастлив Я люблю этот мир Я люблю его тотально То есть Русский человек Русский Ванька дурак Как говорится Любит всё У него и печка едет Ёлки-палки Щука разговаривает Всё остальное Потому что Русский человек Русскоязычный Будем так говорить Он тотально любит всё Или счастливый человек В повседневном состоянии счастья Любит всё Любит предметы Всё что встречает На своём жизненном пути Что всё принимает Понимаете То есть Любовь это принятие Это мы знаем Из нашего Психологии О женщинах Которых Женщина Женщина принимает Женщина принимающая Мужчина отдающая И тому подобное Но я не буду сегодня Говорить о мужчинах О женщинах Я буду говорить Именно обобщив Вот эти важные моменты Важный момент Равенство То есть Которое указало Равенство состояния Прошлого и будущего В настоящем Для чего мы это делаем Для чего мы это делаем Для чего мы это делаем Принимая своё прошлое Принимая своё будущее Здесь важный момент О чём О том Что Есть такое состояние Нашей Нервной деятельности Которую Памяти мозга Мы называем её Память Память И вот эта память Это проблема Большая То есть Если мы Находим состояние памяти Постояние памяти И мы помним Прошлое И помним Каким мы хотим Видеть будущее Это проблема Тогда вот это состояние Надежды и веры Очень трудно сохранить Если мы Всё время Обращаемся к памяти То есть Память блокирует Наше прохождение В будущее И прошлое Чтобы соединить Их в настоящем Проблема такая Существует Однозначно И эта проблема Очень решается Двумя путями В будущем Западный менталитет Культурный Говорит о чём Западноевропейский менталитет О том что Мы записываем Своё Будущее Прошлое То есть Там имеется Культура Ведения Ежедневников Культура Ведения Дневников И так далее Эта культура Очень важная Потому что Мы Освобождаем Из памяти Записывание Мысли И тому подобное Которые Мы с большим Трудом Вышли из этого Пространства Одномерного мышления И сделали его Многомерным Сделав его Многомерным Находясь И в прошлом И в будущем И в настоящем Одновременно Мы Мы Состояние памяти Забиваем его И Нам Нас это тормозит Нам Отсозаёт Кризис Такой Для того чтобы Кризиса не создавалась Мы записываем Всё Ведём Себе дневник Ведём Себе ежедневник Идём И тому подобное Органайзер Органайзер И Записываем Туда Что мы Намеревались Сделать В будущем В те Или моменты Времени И в пространстве То есть Время Мы Рассчитываем Год Минуты Дни Часы Месяцы Записываем И то же самое Мы записываем В пространстве Где мы Намереваемся Сделать В каком месте Какие события Там будут Что нам Надо Там сделать Что приготовить Мы это Всё записываем И Это культура Западная Очень важна Восточная Культура Записывания Там нет такого Там нет Культуры Записывания Своего Прошлого Но там Есть Культура Как бы Сохранения Закона То есть Передача Его Передача Его От Человека К человеку То есть Мы знаем Такую тему Учеников Учителей И тому подобное То есть Мы Это Возвращаемся К теме Образования Но там У нас Образование Это существует Как Предмет Какой И мы Спрашиваем Зачем Мне Этого Учил Математику Эту Химию Но Это От Восточной Культуры Идет Именно Восточная Культура Математики Восточная Культура Химии Которую Мы Приняли Как Образование Оно Говорит О том Что Надо Быть Учеником Хорошим И Быть Учителем Одновременно То есть Вот Эта Культура Освобождение Своего Прошлого В человеке Ты передаешь Как законы Как правила И это Работает Потому что Вы освобождаете Свою память От Своих От Своего Запоминания Событий Своих Понимаете Как бы Ваша Структура Сознание Освобождается Потому что Вы говорите Да Это записывается Но В сторонке Там Вот Именно Законах И правилах Которые Нам передали Отцы Деда Мы Записываем В числах Математики В химических Формах В физических Законах И тому подобное То есть Мы Понимаем Чтобы освободить Свою память Чтобы Будущее Прошлое Пройти в него И соединить Вот здесь В настоящем Память Необходимо Освободить Это Важный момент Важный Обязательно Обязательно Им надо заниматься Так Дальше Что я хотел сказать Дальше Важный момент То есть О том Что я жив Смерть И нет Мы поняли О том Что записываем Прошлое Будущее Своё Записываем Постоянно Записываем Его Чтобы освободить Свою Функцию Памяти Убрать Как бы Такую Длинносрочную Память Была краткосрочная Она была В настоящем В настоящем Менте Все Вошло В нее В настоящем Менте И будущее Прошло Чтобы в память В мозг Зашло Сознание Ваше Надо Его освободить От думания О прошлом В будущем И важный момент Это Мы Просим Помощи Мы Не создаем Анализ То есть Анализ Это Большая проблема То есть Люди Испытывая Состояние Беспокойства В этом Пространстве Одномерном Так же Испытывают Пространство Вот Когда они Попадают В это Пространство Тут Тоже Проблема Страха Проблема Беспокойства Правильное Приняло решение То ли я Сделал верно И тому подобное Человек Анализирует Опять Начинает Анализировать Своё Прошлое И начинает Анализировать Своё Будущее И попадает Опять В проблему Одномерного Мира Как только Вы испугались Как только Образился Страх Волнение Любовь Уходит Вы не перестаете Любить Жизнь Вы начинаете Мыслить По категориям Веры И надежды И поэтому Нам необходима Чья-то помощь Это очень важно Мы Должны Вот в этом состоянии Находиться Просить помощи Просить помощи Дети Просят помощи Пожилые Люди Просят помощи И вы Повседневно В счастье Просите помощи Просите помощи Помощи В любом состоянии Просите Это Не унижение Ваше Это Ваша Достоинство Просить помощи И Мало того Чтобы просить помощи Чтобы вам что-то дали Помогли Вам также Придется просить помощи О том Чтобы Вы о вас Забрали Что-то вам Лишнее Отдать Это надо Отдать Что Эти вот Камушки Образовались Из прошлого И будущего Валятся на вас Откуда-то Не полетели Которые там Они материализуются Эти камушки В вашем сознании И материализуются Потом В реальность И дальше Поседневное счастье Это состояние Просьбы Я прошу Я прошу Постоянно прошу Людей прошу Прошу Окружающие предметы Все время Прошу Помощи Понимаете Очень важно В то же время Я прошу Если вы хотите С помощью каких-то предметов Что-то сделать Опять вы просите У них Разрешение Все это Постояние Состояние просьбы Очень важного Просьбы То есть Постояние просьбы Создает Очень важное Очень важное Состояние покоя То есть Здесь я говорю О чем О том Что Как только Вы подходите Подходите К материальному предмету Любому И хотите Что-то с ним сделать То вы создаете Ощущение Беспокойства Мира Соответственно Вы просите У него разрешение Сделать Какое-то действие С помощью этого предмета Неодушевленного А тем более Работа Или действия С одушевленным предметом То есть С человеком С животным Или Тому подобное То есть Эта тема Просить помощи Очень важна Очень важная Постановка Вопроса И И следование Этому такому Правилу Важный момент Которому Я бы хотел Посвятить Следующее видео Это О роли Мужчины И женщины Достижения Состояния Повседневного Счастья А сегодня Мне хотелось Именно Опостановить Этот акцент Поставить На том Что Наша роль Наша такая Большая роль В своей Личной Повседневной Жизни Каждого Русскоязычного Человека Объединить Два Состояния Надежды И веры Показать Что существует Состояние Повседневного Счастья Любви К миру И Вот это Состояние Мы Очень Хочем Показать Окружающим Людям Следование Одновременно Очень сложно Находиться В этих двух Состояниях Следовать Европейскому Понятию Надежды Падения Итогов Счастливой Жизни И одновременно Следованию Восточному Менталитету Ученичества Учительства И тому подобное Уважение К законам Прошлого А сегодня Я благодарю Вас за внимание Надеюсь Я такую Структуру Счастья Глобально Вам показал И показал Что вы можете Находиться С перманентным Состоянием Счастья Любви Покоя Мира Жизни И тому подобное Если будете Одновременно Очень сложно Соблюдать Следовать Надежде Позитивному Мышлению Образованию Достижения Цели Предпринимательства Какого-то Деятельности Культурной Творческой И тому подобное И одновременно Состояние Прошлого Веры В прошлые Законы В прошлое Свою Собственную Веру В свою Прошлую Жизнь Которая Дает вам Уверенность Уверенности Силы В настоящий Момент Вот эти Два Состояния Мы соединить Должны Спасибо вам За внимание Всех вам Благ Радости Радости Последневной Радости Последневного Счастья Редактор субтитров Редактор субтитров Субтитров